Сегодня мир потерял яркого и талантливого человека, который навсегда останется в наших сердцах, Елену Григорьевну Степаненко. Заслуженная артистка Российской Федерации. Участвовала в юмористических шоу «Кривое зеркало», «Аншлаг» и «Голубой огонек» в качестве исполнительницы комедийных монологов и пародистки. Часто выступала в образах бывших жен и женщин, желающих похудеть, стать красивыми или обратить на себя внимание мужчины. Бывшая жена юмориста Евгения Петросяна, с которым прожила в браке более 30 лет. В конце 80-х Елена была уже очень популярна и гастролировала с концертами по всему СССР. Советским зрителям хорошо запомнились спектакли «Инвентаризация и как поживаете» с участием артистки. Творческие способности Степаненко проявила и в кинематографе. Когда в 1990 году Самсон решил снять детектив по пьесе Агаты Кристи Мошеловко, одной из главных ролей, миссис Бойл, исполнила Елена. В 1995 году Степаненко стала лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и заслуженной артисткой Российской Федерации. В начале 2000-х Елена Степаненко буквально стала лицом ряда юмористических программ, в числе которых «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Записи ее выступлений включались во все юмористические подборки. Практически ежегодно Елена стала участвовать в новогоднем «Голубом огоньке». В это же время Степаненко запускает два собственных шоу, шоу Елены Степаненко и «Кышкин дом». В 2001 году Елена вернулась на экраны в качестве актрисы, поучаствовав в мелодраме Нелли Гульчук «Формула счастья» и снявшись в нескольких телевизионных мюзиклах Александра Игудина на федеральных каналах. В их числе «Золотая рыбка», «Красная шапочка» и «Морозка». В течение следующих лет Степаненко занимается развитием собственных телепроектов, выступает на ежегодных юмористических фестивалях и ездит в гастрольные туры по России. С этих времен зрителям хорошо запомнились сценки мужики-психи, гид по Москве и часики.